всем доброе утро хочу вам рассказать немного о своем инжире сейчас вам его покажу в этом году он у меня полностью вымер я его ничем не укрыла думаю кусты большие смотрите деревья урожай был отличный вообще сказочный и он полностью вымер все веточки думаю когда же не проснуться когда они просыпают ну с корня вон пускает новые ветки он конечно живет такого урожая как в прошлом году уже не было не будет в этом году но осень может даст этот куст у меня дал матинец он давал два урожая в год то есть весной вот сейчас он не давал листочки а сразу плоды наливались на кончика где должны раскрыться листочки плоды наливались куст большой думаю ну что же мы будут толстые ветки уже не будет вымерзать а у нас лет зима была теплая один день теплая один день мороз небольшой до минус 5 минус 10 там опять теплая 5 мороз и вот что произошло с моим инжиром ну конечно снизу очень хорошо пустил много видите даже со старых веток эти сколько пустил но больше такие эксперименты я делать не буду буду теперь его каждый год как и раньше я делала три года подряд и он у меня не вымерзал обматывала полностью агро волокном и все больше ничего не делала ничего сложного обмотать агро волокном ну нитками обмотать чтобы то агро волокно не улетела веревкой и все больше ничего этот пуст у меня тоже обалденный это финиковый сорт темный сорт взял тоже вымерз его тоже также можно держать в квартире он невысокорослый видите вот это весь куст низкорослый а я его решила оставить на улице и даже не укрыла ничем и вот вам результат ну один кустик вот ожил и этот финиковый инжир он очень-очень сладкий он темно-фиолетовый мягенькая кошечка сказочный жир и низкорослый в этом году я его буду выращивать как комнатное растение посмотрю как он будет вести себя в комнатных условиях и конечно и этот вот и вот этот оживает тоже еще третий сорт у меня есть инжира это медовый смотрите какое огромное дерево на концах он еще урожай остался так как я не везде пособирала осенью было много очень урожая сладкая но она немножко мелковатая белого цвета и такие кружочки мелковатые но сладкая медовая ароматная эти ветки думала уже выживут сто процентов видите какие толстые ветки вообще толстенные ствол прям могу себе и и не выжил внизу вот отживает вот выходит почка вот пошел ствол хороший она быстро пойдет в рост инжир быстро нарастает у меня было это дерево первый год я его посадила тоже ничем не укрыла просто оставила тоненький стволик эксперимент давайте я кустая носила то в гараж то в дом прятал а этот инжир высадила на улице и он зиму перезимовал но весной получилось замерзли эти веточки не конечно не такие толстые ну замерзли и пустили новые с земли такие мощные хорошие вот эти две ветки 1 разветлилась хорошие ветки и он столько урожая дал в этот год с новых веток мы посмотрим как в этом году придется это все срезать можно его деревьями не выращивать так как будет трудно зимой укутывать получается разница в температуре плюс-минус ему тоже вредит не так как температура постоянно минус 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 там минус 20 минус 15 минус 10 такая тоже получается вредит еще вот хочу показать на винограде был дождь у нас вчера а сегодня уже начала белокрылок летать столько много будем с ней бороться надо обрызгивать листики еще мокрые после дождя а белокрылки уже полно вот прошла мимо я инжир снимала вот так зацепила веточку и белокрылка полетела вот такие у меня не немножко печальные новости про инжир хотела вам рассказать интересно и все веселая красоту но получилось так как есть ладно вырастим смотрите сколько еще пошло в рост все будет хорошо а там у меня помидорки растут если кому интересно как я выращиваю помидоры без подвязки вот видите может сделал такие колья очень удобно замечательно буду снимать видео пишите в комментариях рассказывать огурчики моносецки выращиваем они тоже уже пошли в рост было холодно они сидели полностью все и не хотела ничего расти помидорки вот пошли в рост уже вот такие кружочки застежками так помидорку потом берем в этот кружочек поместили она уперлась застегнули и растет дальше следующий кружочек и не надо ходить палки втыкать это высокорослые помидоры у нас добара у они плодоносят аж до поздней осени они два метра высотой растут и вот стоечки тоже два метра у нас на два метра идет пять ободочка а эти чуть пониже 4 ободочка а на помидоры микада может сделал вообще низенькие такие на два ободочка но мы тут не высаживали в этом году микадом и в другом месте высадить покажу перейду на другую плантацию покажу вам все всем удачи всем пока всего вам доброго